Однако, по оценке правоохранителей, количество приезжающих в Краснодарский край на заработки в два раза больше. Так, например, на одной из строек в Новороссийске полицейские выявили больше десятка незаконно работающих иностранцев. Сегодня этот объект посетил Вениамин Кондратьев. Глава региона пообщался с подрядчиками и руководителями стройкомпании. По их заверениям, сегодня дом возводят только рабочие, у которых есть на это разрешение. Мы с теми подрядными организациями, с которыми работаем, они уже на рынке 5-6 лет. Рабочих, которых они привлекают, вот постоянные у нас, они по 10-12 лет уже тоже приезжают, постоянные специалисты. Это просто мы дополнительно привлекали людей в подрядные организации. Она себя в Краснодаре хорошо зарекомендовала, попросили их увеличить здесь людей, привлечь. И вот на момент того, как у нас на объекте появились эти 11 человек, и с ними обсуждался вопрос привлечения их на работе, был рейд, и вот выявили хорошо вовремя. Давайте договоримся, что за подрядчиков, за тех рабочих, которые работают, у подрядчиков, которых они привлекают, отвечает заказчик. По-другому, по-другому порядок не наведем. Кто-то должен один в целом отвечать за стройку. Потому что у подрядчика, конечно, есть субподрядчик. Каждому субподрядчику мы полицейского не приставим. Поэтому здесь заказчик, так что отвечает. Вот ответственность работодателя пока не будет жесткой, и жесткие меры по отношению к нему применяться не будут. Мы будем иметь 11, 12, 15, и непонятно сколько вот таких нелегальных рабочих. Из-за привлечения на работу иностранцев без патентов бюджет региона недосчитался около 700 миллионов рублей. Всего за год было выявлено 1700 случаев нарушения миграционного законодательства. Эту проблему Вениамин Кондратьев поднял на краевом совбеде. Субтитры создавал DimaTorzok